Марка Genesis обновила комплектации флагманской модели G90. При этом и внешность, и интерьер остались неизменными. Все машины теперь оснащаются системой автоматического торможения при движении задним ходом. Кроме того, топовые версии получили адаптивный дальний свет. Стартовая цена на базовое исполнение Prestige не изменилась, а вот остальные версии подорожали на 100 тысяч рублей. В прошлом году УАЗ начал поставки внедорожников Patriot с автоматической коробкой передач, а теперь и этот же агрегат примерит пикап. Здесь автомат сочетается со стандартным бензиновым мотором, раздаточной коробкой индийского производства и полным приводом типа Part-Time. Сертификация машин уже закончена, и вскоре УАЗ объявят ценники. Audi сертифицировала несколько новых версий модели A6. Самые любопытные из них — универсал A6 Avant и его внедорожная версия A6 Allroad. Обеим пятидверкам полагается трехлитровый турбодизель и восьмиступенчатый автомат. Этот тандем теперь также доступен для седана A6 и лифтбека A7 Sportback. Кроме того, в документе есть четырехцилиндровые версии универсала, а кросс-версии прописан бензиновый турбомотор V6. Еще Audi готовится вывести на российский рынок заряженный седан Audi S6 и лифтбек S7 Sportback. По данным Национального бюро кредитных историй, за первые два месяца 2020 года россияне купили в кредит почти 130 тысяч новых и поддержанных автомобилей. Это на 16% больше, чем годом ранее. При этом количество заявок выросло куда значительнее. Однако в прошлом году банки одобрили почти половину заявок, а теперь только треть.